Hello, everyone! Здравствуйте! Давайте начнём наш урок. Так, смотрим на экран и повторяем за мной. Итак, вспоминаем. Это у нас буква I. И она у нас читается как звук I. Повторяйте за мной. I. Но если после неё стоит буква I, вот эта буква I, то это читается как звук I. Произносите все. I. Read after me. Fish. Chimp. Bird. Girl. I. I. Very good. Очень хорошо. Well done. Давайте посмотрим вот на такое упражнение. Первый столбик мы будем относить слова со звуком I. А во второй столбик слова со звуком I. Здесь у нас слово champ. Champ. Girl. Так, смотрим на первое слово. Попробуйте его прочитать сами. А теперь следим за мной. Swing. Swing. Догадайтесь, в какой столбик мы его поставим. В первый или во второй. Кто догадался? Молодец. Молодец по-английски. Well done. Следующее слово. Попробуйте прочитать сами. Теперь после меня. Six. Six. В какой столбик пойдет? C. В первый. Правильно. Подумайте, в какой столбик мы напишем. Well done. Прочитайте его без меня. Swim. 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 Все догадались, что пойдет в первый столбик. Звук I. Circus. Circus. Кто догадался? Well done. Молодцы. Sing. Sing. Ммм. Ну, а теперь давайте вспомним нашу тему с вами. This is a circus. Вспоминаем. Это цирк. Да? This is a circus. Повторяем за мной новые слова. Вы уже, наверное, все забыли за актировки и за праздники. A clown. This is a clown. A magician. This is a magician. A funny chimp. This is a funny chimp. Напоминаю. Funny. Значит, забавная, смешная. Да? Chimp. Обезьянка. Шимпанзе. It can swing. It can swing. Вспоминаем. Swing. Качаться. Swing. It can swing. Ну и давайте вспомним нашу с вами песенку. Песенку. At the circus in the town. Я вам ее переведу сначала. В цирке. В городе. There's a very funny clown. Есть очень смешной клоун. There's a very funny clown. The clown can run. Вспоминаем наш глагол. Can. Умеет. Да? Клоун умеет бегать. Run. And the clown can jump. Клоун умеет прыгать. Jump. Run and jump all day. Бегать и прыгать весь день. All day. Весь день. Hey. Это радостное восклицание. Давайте попробуем спеть. Я сейчас включу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодцы. Я думаю у вас у всех получается. Если не получается, отмотайте видео назад. Еще раз попробуйте спеть. Да? Ну а мы с вами попробуем посоставлять наши песни. Давайте посмотрим, какую песню я составил. Посмотрите. Кого я должен был здесь спеть? Думаем. Хорс. Правильно. Хорс. Вспоминаем. Лошадь по-английски хорс. То есть в моем цирке, да? At the circus in the town в городе, there's a very funny horse. Будет очень смешная лошадь. У меня смешная лошадь есть. Забавная лошадь. Так. Давайте дальше продолжим. The horse can... Догадайтесь, что она у меня умеет делать, судя по картинке. Молодцы, кто догадался. Вот это она у меня поет. Sing, sing. The horse can sing. The horse can sing. Лошадь умеет петь. У меня же забавная лошадь, да? Вот она в цирке. Она умеет вот так вот петь. Так. And the horse can... И лошадь умеет... Кто догадался, что она умеет делать? Отлично. Darns. Darns. Танцевать. Darns. Смотри, что у меня получилось. At the circus in the town, there's a very funny horse. The horse can sing and the horse can dance. Ну и осталось еще две строчки. Ну и я подставляю наши вот эти вот слова. Да? Вот эти вот слова, которые у нас были. Вспоминаем это у нас. Здесь у нас dance. All day. Весь день. Hey. Ну и давайте споем вместе со мной мою песенку. Три-четыре. Three-four. At the circus in the town, there's a very funny horse. The horse can sing and the horse can dance. Sing and dance all day. Hey. It's my song. Это моя песня. It's my song. Ну, а я надеюсь, что вы сможете составить свою песню. Да? По такому же образцу. Open your exercise books. Открываем наши рабочие тетрадочки. Сборники упражнений. Для тех, кто не понимает. Page sixty-four. Page sixty-four. Exercise twelve. Так, напишите свою песенку о цирке, вставив в пропуске нужные слова. Смотрите. Помните, у меня здесь была лошадь. Да? У вас будет кто-то другой. Если вы не поняли, как делать, то еще раз возвращаетесь на прошлый слайд. То есть, видео отматываете назад. Посмотрите, какие слова я вставил. Вам не надо рисовать. Вы напишите это словами. Да? A horse. Но в данном случае вы можете не лошадь взять, а кого-то еще. Да? И у вас получится своя песенка. Вставляем сюда слова и пытаемся ее спеть. Ваша задача, ваше домашнее задание получается написать песенку. А кто-то уже это сделал, между прочим. Да? Кто-то уже это все сделал. Молодец. Well done. Помните молодец? Well done. Угу. Так. Напишите песню и споете ее мне на уроке. И у каждого будет своя собственная песня про свой какой-то цирк, в котором есть какое-то очень веселое, забавное животное. И что оно умеет делать? Все. Работайте. Дерзайте. Ну, а мы с вами перейдем к следующему заданию. Итак, задание вы поняли, да? Домашнее, которое я до вас жду. Следующее. Давайте вспомним с вами глагол can. Can. Страница 60. Открываем сборник страницы 60. Итак, посмотрите, как это делать. Напиши, пользуясь подсказками, что умеют делать Алекс и Мэри, а с чего они не умеют делать. Напоминаю, там, где галочка, значит, умеют. А там, где крестик, значит, не умеют. Смотрим. Climb a tree. Лазить на дерево. Залазить на дерево. Алекс умеет. А Мэри не умеет. Вот это мы и должны написать в упражнении. Посмотрите, что я напишу про Алекса. Слово Алекс, это же он, да? Я, чтобы не писать слово Алекс, оно очень длинное. Я напишу слово он. He. He can climb a tree. Он умеет лазить на дерево. He can climb a tree. А Мэри не умеет лазить, да? У нее крестик. Я напишу she, она. She can't climb. Она не умеет лазить. She can't climb. У меня слово дерево не вошло, я поэтому здесь поставил точку. Вы тоже можете сделать то же самое, если у вас не хватает места. Да? Ваши рабочие страточки. Сборники и упражнения. Давайте посмотрим на второе слово. Swim. Swim. Плавать. Да? Плавать. Swim. Стоит галочка. Умеет. А тут стоит крестик. Мэри не умеет. Так, давайте запишем. Алекс. Это он. Он умеет плавать. Поставьте на паузу, запишите самостоятельно, а потом проверите, правильно ли вы написали. Проверяем. He can swim. Он умеет плавать. Либо he can swim. Он умеет плавать. Угу. Мэри не умеет плавать. Проверяйте себя. She can't swim. She can't swim. Помним, да? Произносится can't. Это can. Умеет. Широко открываем. А здесь can't. Can't swim. Не умеет плавать. Итак, продолжите седьмое упражнение. Продолжите его делать самостоятельно. Да? Со словами петь, танцевать, качаться как шимпанзе, летать как птица. Не забывайте, да? Давайте я им прочитаю на всякий случай. Sing. Dance. Swing like a chimp. Fly like a bird. И еще одно задание я от вас жду. Это следующее упражнение. Восемь. На той же страничке, посмотрите. Составь как можно больше предложений, пользуясь этой таблицей и запиши их. Давайте я вам приведу пример. Например, я хочу написать про своему мамочку, да? Маму. My mommy. My mommy. My mommy. Дальше я поставлю слово умеет. Can. Итак, что она умеет делать? Dance. Танцевать. Моя мама умеет танцевать. Ну, вы узнаете сначала у мамы, умеет ли она у вас танцевать. Если не умеет, то вы напишите слово can't. Не умеет. А если умеет, то напишите can. И вот такое предложение у меня получилось. My mommy can dance. Моя мама умеет танцевать. Либо давайте попробуем составить предложение вот с таким словом. I. И с глаголом am, да? Мы помним, что am прилипает к I, да? I am. I am. I am. Eight. Мне восемь лет. I am eight. I am eight. Мне восемь лет. Можете списать мои предложения, если хотите. Можете написать свои. Например, я мог бы написать не I am eight, не мне восемь лет. А на том, что моему папе. My daddy. И дальше я скажу уже не am, а is. Но ему же не восемь, да? Ему же не восемь. Значит, isn't. My daddy isn't eight. Моему папе не восемь лет. My daddy isn't eight. Итак, составьте как можно больше предложений, используя данную конструкцию, да? Соединяйте. И что у вас получается? Например, Lulu. И что она умеет делать? Либо чего она не умеет делать? Вспомните по текстам. И запишите. Вот такое задание я от вас жду. Итак, еще раз. Поете мне песенку. Раз. Да? Песенку спели. Дальше делаете упражнение семь на странице шестьдесят. И делаете упражнение восемь на странице шестьдесят один. Все. До новых встреч. Goodbye, my friends. Продолжение следует.